Здравствуйте, дорогие друзья! Я по-прежнему в Якутске. Сейчас Николай закутает машину в Наташу. И мы пойдем покушаем. А встречаемся мы сегодня с замечательным человеком, с Робитом Лабидесом. Но это позже. Сейчас Наташа. Все кругом в тумане. Смотрите, через телефон не сильно видно. Короче, все кругом в тумане. Вон, видите, какие фонари. В Якутске 42, по-моему. Давайте начинать. Помочь надо немного. Все, 2 секунды. И машина в Наташи. Все. Коля, ты заглушишь, нет? Да, конечно. А, заглушишь? Отлично. Все, понятно. Пошли. Едем к Мамонту. Замечательно. Рад вас познакомить. Это Роберт Лабидес. Наш якутский мультипликатор. Самый настоящий. Здравствуйте. Да, небольшое будет интервью. Да, такое. И я буду задавать вопросы. Ну-ка. Посмотрим, что с меня там за этот будет. Интервьюер. Итак, Роберт, слушай. У кого учился? Рассказывай. Или давай знаешь, как вообще сам ты откуда? Вот первое. Я родился в городе Якутске. Абориген, можно сказать. Я помню еще совсем деревянный город. Совершенно. Возле нас конюшня была. Смотри, машин еще совсем мало было. И это вот где со Сороковки, мы в апельсин хотели ехать. Ага. Там, за ним деревянные дамаски и двухэтажные. Воду возили на лошадях. Все-все. Автобусы такие были маленькие. Все-таки ездили уже. Ну, что я помню. Ну, я учил. Каждое лето проводили в Таллине, в Черное море. Ну, хорошо зарабатывали раньше люди. Москва, Черное море, потом в Таллинн. Бабушка. Меня там сбросят, опять куда-то уедут. Все лето там вечевал. В Таллине. Там же у меня отец по отцу родня. Слушай, у кого ты учился? Давай так скажем. У кого он начинал учиться? Вообще, как увлечение вот этими мультиками началось? Ну, во-первых, я художник изначально. У меня матушка художник. Заслуженный работник в культуре Советского Союза, России, Якутии. И было интересно, в моем понимании, у любого человека, то, что мультики делают какие-то боги, наверное, ангелы. Да, конечно. Да, и вот все-таки интересно было. А потом случился случай, так сказать, приятный. Я дала возможность, и я поступил туда. Высший курс сценаристов и режиссеров в городе Москва. У меня было два основных мастера. Мастерская называлась Хитрука и Назарова. Хитрук очень известный режиссер во всем мире. Наш советский Винни-Пух. Это Винни-Пух? Да. Хитрук это Винни-Пух? Хитрук это Винни-Пух, да. А Назаров? Назаров это жил-был пес. Если что, заходи. Если что, заходи. Крылатая фраза, да. Да, да, да. И ты у них прям-то их видел? Ну да, они каждый день ходили на занятия. То есть у создателей Винни-Пуха ты учился? Он даже раскадровку свою приносил. Ну, это на бумаге такие большие листы. И ты по этим эскизам учился? Нет, ну просто показывал, как надо аккуратно отыгрывать весь фильм заранее. Мы же даже актеры записываем заранее. Это даже так? Да, кино снимают с черным звуком, да, например. Так. А потом уже переозвучивают после монтажа. А у нас наоборот надо, на счете, актеров здесь снять, записать, сделать по этой старой технологии эксцентрационные листы. Это где он рот открывает, где закрывает, где букла говорит, где букву Н говорит. Понял, да? Да что? И потом вот начинает не только артикуляция, но в это время что-то двигает, доказывает им там. А сколько, допустим, ушло времени на создание того же самого Винни-Пуха? Ну, где-то мы почти год делали вот эту раскадровку. Ага. Потом ждал, когда союзный фильм, выделили деньги. И говорит, полгода каждое серию. Полгода каждое серию. Изготовление, да. Изготовление мультика. Слушай, твои работы? Дипломная у меня была Караська. А нет. Да, Караська Марк? Нет. Срезка. Круговорот? Круговорот. Ну, по мотивам якустей сказок. У меня книжка была. Ну, ну, книжек много якустей сказок. И вот, он удал самый смех людей на нужно. А сильнейшая это Теркин? Ну, по-моему, такая крутая эта Теркин. Ну, людям, да. Нравится. Как раз я его сделал в тот момент, когда была полная апатия к нашей истории. А, вот так. Ну, 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 да. Начало, так сказать. Когда начинали... Да, Ельцина и знали, так сказать. Путин призвался, ну, еще не до культуры было. еще не было этих пополка этого победно и еще такой хихи да ха ха вот такие мультики дурацкие короче лаван варить и именно в то время теркина сделал да и на руку на я смотрю чудо все тема не интересно но сейчас если если сейчас теркина посмотреть глаза наверно на глаза слезы навернуться вот он даже не призов ничего не видел да ладно то время потому что бы все собода ржать так это что а карась-комар карась-комар это все за деньги московские 8 московске много наши тут вообще не такое слушай сейчас тебя кто заказывает здесь в якутске допустим тот же карась-комар это же национальный такой национальная такая байка ну карася-комара ладно альсей романов да он как бы председатель союзики на прежде якутии он со мной договорился что я сделаю хотя бы сценарий под попку он подал вас кино кино кинематографии и потом читаем числе значит финансирование мой мультик ваш сценарий прошло да 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 я целый год делал потому что там сложные 3 3d и актеров записывали здесь я сюда не приезжал алексей тут где-то нашел дал им текст там потому есть много ошибок землю там что-то такие оговорки есть песички и вот потому что режиссер это не был рядом она чтобы перезвучка но есть такие дома я сделала когда уже начали на пора сдавать торопились я снимал комнатку маленькую на плющите 3 топлива на плющите таки маленькая и мы шпеваем я говорю все а люди по домам работать ну как сейчас вот на удаленку да я бы все берите компьютеры приезжайте ко мне 1 я работал второй парень работал трехмерщик работал на балконе потому что уже сдавать надо потому что перед экзаменом как последние как студенты успели сделать и вот посмотришь прекрасный мультик а там такой маленькой строчка идет что кто кто режиссер постановщик или там аниматор это и так далее этого никому не надо я сто процентов тебе говорю потому что я не знаю кто но погоди снимал кто вини пуха снимал я не знаю у кого ты учился вот николай сейчас сейчас так раз повернем вот он всю жизнь за кадром на он всю жизнь держит он держит камеру режиссер да есть не много работы но он всегда по ту сторону знаешь сейчас такое я вот когда снимаю рыбалки снимают и что же рыбак я выключаю камеру прячу ее ухожу и начинаю там бурить что-то делать туда-сюда и сейчас же пишутся комменты да и там девушка одна говорит вот говорит все горит на рыбалке работают только ты горит не работаешь да вот что осталось за кадром то осталось за кадром я понимаю что сейчас вот боль твои отчаяния что ты сейчас здесь в якутске на удаленке у тебя из канады заказывают с москвы заказывают и здесь почему не уехал ну-ка рассказывай как я уеду у меня матушке 85 лет и она здесь родила и она отсюда уезжать никуда не хотела хотя когда в москве жил я зарабатывал очень хорошо в принципе можно было таким махинации сделать тут что-то продать там купить можно было туда уехать и об этом сейчас работал прекрасный комфортно а мама говорит нет у меня подружки уехали там 70 лет и больше двух лет и и не прожили типа климат другой там или климат друзей нет там что-то такое вода не так и она говорит я уж тут тут у меня и бабушка похоронена колбища колбища а ты сам этнически кто матушка на себе ячка это качестве района иркутская область качестве район верхолемск поселение вверхолемск отец эстонец таллинский станет поэтому такая фамилия интересная их сослали бабушкой сороком году сюда вот у буряма здесь и вырос в красноярском крае в якупе он уже вернулся где-то 50-х вечером году после после победы хочу из последних твоих работ самых последних где ты принимал участие какой мультик видел ли кто его то что делается это фестивальные в основном на фильм авторский то есть малые экраны ну примеру я работал на сериалах да там калаб не очень раскручен но сам раскрученная три кота три кота дети все и и где-нибудь в гостях бывают если ребенку сказать что ты кота делал мне смыкут на бога ну как я раньше смотрел караманда мне скажет он делает мультики как а роберт же еще как артист же тоже то есть и на озвучке вы не меня иногда приглашают ну колоритная борода лохматости сейчас он поэтому борода-то этот кролик готовится да 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 здесь что делают кино 200-летие городской дум и вот ищет фактуру она всякие разные как вот мы искали мама туда и говорят ты это бордо отращивать и найдем купеческий костюм там сыграешь какие-то роли час в современности вы просят наши нос и русская вот меня очень часто просят преподавать детям анимации так а когда я смотрю что никаких подвижек нету в студию сделать до анимационную школу студию я хожу везде пытаюсь вот сколько лет если 10 или самого начала пришелите романа тоже хотел студию сделать никому это не интересно это пускай типа федералы делают они в студии хочу я буду учить бездомных людей ну конечно как я сейчас оказался грубо говоря безработных будущих безработных они профессии им понравится они там начнут у меня брать еще уроки учил учиться и еще там даже мутики начнут делать а заказов то нету это все равно что у нас здесь учить космонавтов ну да который 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 будет сидеть тоже бы никакие ничего не делать да 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 запроса нету там они не нужны потому что они не их школу прошли оттуда шли у нас наверно университета у нас кстати преподают до спорки это странные профессии которые не востребуют и особо девушки но сейчас сейчас же вот именно сейчас такое время когда развиваются соцсети инстаграм можно на любой площадке как бы человек который умеет делать мультики рисовать он же подымется вообще колоссально это огромные деньги стоит выучить такого специалиста нет выучить само собой да он еще должен практику большую пройти перед тем как сделать свой мультфильм хотя не хитрую говорю у меня там был хороший сценарий да про футбольного болельщика сделать дипломную к окончанию курсов я бы я не готов у меня эпизодики смешные получались очень хорошо прорисованные да еще на кальке руками рисовали я где они готовы себе себе сделать и пока когда я закончила еще работал три-четыре года на разных студиях это союзный фильм там крыша зага еще какие-то пока я вот этот испуг не перешел не перешагнул мог взяться слушаю смотри сейчас программы всякие разнообразные ну получается у нас же все шагает и процессоры новые как бы и оперативной памяти говорят что уже сейчас вот допустим на новом этом apple м1 уже можно делать там полнометражные какие-то фильмы с киноэффектом вот мультиках такие продвижки есть это программы чтобы можно было готовы умеете не рисовать бульфильмы и есть мама мотор так сказать даже мотор как паровоз да вот этих всяких технологий потому что сейчас даже спросили на кино полноэкранное большое он на 90 процентов из мультиков сделал анимацию трехмерная фана всякие эффекты да всякие взрывы там планеты там чуть-чуть технику это стран это все анимации это все угры конструкции даскать там старые города да тоже все да это все наши руки да и как он даже автор эффект до самой первой версии для эффекта вот на этот кино снимаешь и подними его там четко взрывалась там и какого-то персонажа ударить это в автор эффекта делать это для кино только для кино а вы в москве наши ребята его посмотрели очень хорошая программа и давай на нем мультик сургать и меня научили за следы и я задумываюсь кинофестивалей там это америкос к нам подкат и подкатил и другом его спрашивает а он он здесь раздела фильм да конкурс участвует угаданной программе сделали этот мультик он вытащил рашен факт еще там как начал короче это невозможно да да и короче он с нами там стал общаться таскать коньячок искали там потягивали аппериочек у нас тоже еще до пьете и он с нами у нас спрашиваю очень много спрашивал что неудобно и следующая версия через там год до вышла с теми нужными приблудами для которые вам не хватало хватало да 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 и слаки разваливался там более там ну короче и мы с ним это тогда еще не было всяких чатов да этих соцсетей переписывались просто иногда созванивались да еще созванивались он завтра едет на рыбалку а я к сожалению на чествами такая объемные объемные такая у меня объемная работа вы увидите позже для так что вот для вы все машины друзья я надеюсь вам понравилось все это дело как я как интервьюер может состоялся или нет конечно нет но как 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 обычно сейчас хейт начнется почему перебиваешь такого человека ладно друзья до скорых встреч увидимся вступающим подписчиков наступающим вас новым годом до свидания не болейте увидимся до свидания